Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот и добрались мы до настоящих проблем. Сегодня буду говорить о кучерявости томатов, потому что у меня несколько кустов томатов закучерявились. Мне уже давно приходят вопросы на эту тему. Но я специально не... ну не то что специально, я не отвечала в печатном виде, потому что это очень сложно объяснить, печатая. Причин, как всегда, много, а показать мне было не на чем. Ну вот сейчас у меня есть пример кучерявости, и я могу все рассказать и показать. Вот человек когда спрашивает, у меня закучерявились томаты. Почему? Ну и как все в наших огородах, кучерявость происходит по разным причинам, и причина у каждого своя. Я вот сегодня зашла, проанализировала, поставила диагноз именно своим томатом. А какая причина кучерявости у вас, вы сейчас послушав меня, кто впервые сталкивается с этой темой, должны решить сами, по какой из нескольких причин у вас кучерявятся листья. Причин специалисты называют много. Первое, и это считается основной, наиболее частой причиной, это резкий перепад температуры воздуха между ночной, разница большая, и дневной. Вот резкий перепад это как? Когда днем больше 30, а ночью 18-19. Вот у нас вчера, позавчера, 3 дня назад и 5 дней назад было 33-34, а ночью 18. Вы представляете, какая разница, какой перепад? В половину, в два раза, 18 и 35. Ну и все, на фоне этого у меня закучерявились некоторые томаты. Но я сейчас пройдусь сначала по всем причинам, потому что причин может быть много. Второй причиной называют переизбыток азота. Некоторые заботливые огородники стараются подкармливать свои томаты азотом и весной перегной положат, и потом еще подкормочки сделают. И вот из-за этого тоже могут листья и скручиваться, и закучерявливаться. Третья причина, это слишком много занимаются люди обрезкой листов. И вот растение может реагировать именно так. Вот закучерявятся листья только потому, что очень часто много обрезают, баланс, как сказать, нарушается вот этот баланс растения, равновесие между испарением, поступлением влаги, и вот так оно реагирует. Кучерявится. Еще одной из причин называют неправильный полив. Ну, неправильный полив, это у нас причина многих-многих всяких изменений в растении. Как только ей что-то не нравится, много или мало воды, она сразу сигнализирует, изменяет форму листа, и крутит лодочкой, и кучерявится, и все. Ну и пятая причина, я ее называю самую последнюю, потому что она встречается реже, чаще всего это перепад температур, и она встречается редко, но все равно встречается, это действие патогенных вот этих микроорганизмов. Это проявление болезни фитофторы, пятнистости, мозаики, всего-всего, что вот это вот может быть микрофлора. Как определила я, какая у меня причина? Вот у меня стоят томаты, у меня они не все крутятся, у меня вот не крутится Настенька, не закучерявливается, петруша не закучерявливается. Дальше что тут у нас? Ну вот тут всякие есть. И чипай. Сейчас пройду я по ряду. Короче, я вот прошла сегодня, ни один из наших сибирских сортов не закрутился. А, сейчас покажу еще. Не крутится демидов. Вот он, он хороший. Не закрутилась голубая ель. Все вот те скороспелки, которые вдоль южной стороны, ни одна не закрутилась. Не закрутился королевский. Не закрутилась госпожа удача. Вот смотрите, у него какие листики прям зелененькие, такие сочные. Не закрутился жаростойкий. Вот там у нас сибирский изобильный. Он тоже, у него нормальный лист. У меня закрутился, это даже смешно, тот же самый сорт, который в открытом грунте, я показывала, помните, рядом с госпожой удачей, что он плохо перенес холод. Он плохо перенес холод, не захотел расти, стоял в одной паре. Сейчас я дойду до него. Это Казанова. Ладно, на улице ему холодно, но в теплице ему тоже не понравилось. Ему тут вот этот перепад температур, он начал кучерявиться. Вот он, он начал кучерявиться. Видите, какие листики? И на каких других томатах этого нету, а он вот закучерявился. Ну и короче, вот видите, рядом стоит томат. У него нормальные листья, значит для него он нормальный. А этот закучерявился, и он закучерявился, кстати, могут закучерявиться не только молодые листья, но и взрослые. Вот видите, я так решила, что обрезкой я сильно здесь не увлекалась, у него почти все листья целые, так что он был взрослый, хороший. И вот до этого аномального, такого как наступления, аномальной жары, он стоял нормальный. И как только жара стала вот такая, у него началась вот эта проявилась кучерявость. Это все-таки, я думаю, что это такой капризный сорт. Этот сорт у меня впервые, казанова. Он, я вам говорила, что на улице у меня не прижился, потому что он для теплиц. В теплице вот такая температура, высокая для него тоже стала. Но мне так захотелось нынче вырастить казанова. Я увидела этот плод у соседки. Вот эти томаты, они как куклята. Они похожи на аурию. Такие вот, как это. Ну, казановы, это как намек на то, что... Ну, как вам сказать, томаты-писюльки, короче, пальчиковые такие. Они такие красивые в готовом виде. Я вот очень захотела вырастить. Оказалось, на улице он плохо себя ведет. В теплице, когда жарко, ему тоже плохо. И вот этот сорт именно кучерявится. Сейчас я расскажу, что делать, если у вас закучерявились томаты именно от повышения температуры. Вот не от повышения, а от вот такого резкого перепада температур дневных и ночных. Ну, советы очень простые. Конечно. Это чаще проветривать днем. И не только проветривать, но еще опрыскивать томаты водой, просто простой водой, чтобы им не было очень жарко. Вот всегда специалисты пишут, что немножко повысить вот в эту жаркую. Да, вот у нас, когда была жара, 45 градусов в теплице. Это очень много. Нужно проводить опрыскивание, чтобы немного вот эту сухоту, вот этот зной унять, чуть-чуть охладить. Так, опрыскивать. Ну, конечно, притенять. Люди мелом опрыскивают и притеняют вот этими тряпками, вот этим лукросилом. И даже вот я читала советы специалистов, что если изнутри вот эту лукросиловую, вот эту нетканку вешают, ее даже нужно смачивать холодной водой в течение дня, чтобы немножко как-то понизить температуру. Ну и основной совет, как всегда, выбирать сорта, которые не подвержены этой кучерявости. У нас, оказывается, есть сорта, которые склонны к кучерявости, а которые не склонны. И я вообще на будущий год решила, несмотря на то, что красивые, привлекательные там томаты, плоды, выберу сорта, которые стойкие наши сибирские, которые хоть на улицу посади хорошо, хоть теплицу хорошо. И не надо будет расстраиваться, что вот у них то листики крутятся, то на улице они холод плохо переносят. Для того, чтобы вот таких вот пальчиковых несколько вырастить гроздей, вот ходишь, расстраиваешься. Ну все, я на этом закончу. И еще раз хочу попросить, как, не обижаться тех, кто вот спрашивает, например, у меня закучерявились томаты, что делать? Вы поймите, я как заочно могу вам сказать, что делать? Я вот у себя и то с трудом определила, что это именно от перепада температур, потому что у нас стояла аномальная жара, потому что я обследовала всю теплицу, кроме Казанова, никто не закучерявился и не закрутился. Наши сорта стоят вот так. Откуда я знаю, откуда, почему у вас кучерявятся сорта? Может быть, вы азотом перекормили, может быть там, ну причин много всяких. Вы слышали, я сколько называла, там 4 или 5 или 6 причин. И у каждого причина своя, разная. Вот я свой диагноз поставила вот этим томатам так, что они капризные, что этот сорт подвержен именно кучерявости. На будущий год буду выбирать сорта, которые не кучерявятся и вырастают без проблем. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это разговор на тему кучерявость томатов, как от нее избавиться. Ну, естественно, если это болезнь, если это уже признаки фитофторы, или там мозаики, или пятнистости, то нужно опрабатывать препаратами. Но я сегодня говорила именно о том случае, о моем, когда кучерявость возникает вследствие резкого перепада температур. Это не страшно, если будет немножко попрохладнее. Вот у нас впервые сегодня за много-много дней дождь. Я думаю, что ситуация исправится. До свидания.